В Одессе шесть вечера вы смотрите новости в прямом эфире седьмого канала. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. В Кодоме Подольского района Одесской области открыли новый отдел погранслужбы. На церемонию приехал глава пограничного ведомства. Собрались и местные жители. Какие задачи и в каких условиях их будут выполнять бойцы подразделения. Смотрите далее. Здравствуйте, товарищи прокуратурники! Уважаемое здоровье, товарищи прокуратурники! Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко приехал в Кодому Подольского района на открытие пограничного отдела. Говорит, участок границы вдоль ПМР нуждается в особом внимании. Приднестровье, так званая центральная территория Украины-Молдовского державного кордона, 452 километра. Вы понимаете ситуацию, которая идет по той стороне кордона. В связи с этим мы посилюем не только свои действия с боку нашей службы, но и работаем вместе с Национальной гвардией, вместе с Службой безопасности Украины, с представителями Збройных сил. Ведем инженерное техническое облашение, делянки. Чтобы усилить контроль за границей, зону ответственности для каждого погранотдела сократили. Теперь участок длиной в 100 километров охраняют три отдела. Добавился Кодымский, реконструкцию которого только закончили. В зоне ответственности кодымских пограничников два пункта пропуска. Международный и местный. Более подробно о новой погранзаставе смотрите в субботу в итогах недели с Еленой Крылатовой. Александр Полуев, Алексей Барановский, 7 канал. 33-летний одессит за доли секунды стал инвалидом. В страшном ДТП ему отрубило обе ноги и ниже колена. Но единственный кормилец в семье не падает духом. Еще толком не отошедший от тяжелейшего шока парень уже строит планы на будущее. Главное, чтобы хватило денег сделать нормальные протезы. И в этом семье Чернякевич очень нужна ваша помощь. Состояние тяжелое. Травматический шок, геморрагический шок. Доставило скорую помощь вместо ДТП. Пациента доставили со жгутами, которые он себе наложил самостоятельно. Благодаря этому была спасена его жизнь. Наложили себе жгуты на обе голени. И было травматическое ощущение правой и левой голени на уровне средней, нижней трети. Увы, ног не было. Поэтому по жизненным показаниям была пациенту выполнена операция по формированию культей. Скода «Октавия» на польских номерах, в которой ехала седьмого километра семья Чернякевич, попала в жуткую аварию, разделившую их жизнь на «до» и «после». Объездная дорога, не доезжая к Леверному моста. Именно здесь произошло ДТП и два не стоящие жизни семьи Чернякевич. Зеленый «Жигуль» подрезал Скоду «Октавию». А когда иномарка ушла в отбойник, даже не остановился, чтобы помочь пострадавшим. В машине помимо Виталия находилась его жена и четырехлетняя дочка. Им повезло, отделались легким испугом. А вот отцу семейства досталось. Острый кусок отбойника буквально отрубил парню ноги чуть ниже колен. Его, что называется, вырезали специнструментом из искореженного металла. То есть в машину ко мне так близко, никто не мог подлезть, чтобы перебинтовать, перетянуть. А так уже там ремни кто снимал, просто я уже сам себе заматывал, пережимал. Там была каша, там нечего было спасать. Сразу ногу, первую ногу сразу отбила, ну как отрубила. Сориентировавшийся на месте врач, скорой помощи принял решение отправить пострадавшего в областную больницу. Повреждения были слишком серьезные. Возможно, именно это спасло Виталию жизнь. Операция прошла успешно, идет восстановление, но возникла новая проблема. На данный момент он проводит всю необходимую профилактику жировой тромбоэмболии, антибиотикат, профилактику. На данный момент культи, слава богу, заживает хорошо. И стоит, рано или поздно, нет вопрос, естественно, об протезировании и правой и левой голени. Без этого ему не обойдешь. Впереди у Виталия еще минимум три недели в больничном стационаре. Но уже сейчас семья начинает задумываться о протезах. Ведь пострадавший – единственный кормилец. Единственное, что еще хотя бы поддерживает то, что есть возможность к чему прицепиться, чтобы поставить эти протезы. Сказали, что буду бегать тоже. И чем больше задумываются о перспективе протезирования, тем больше понимают – семье это не по карману. По самым скромным подсчетам врачей, стоимость одного протеза составляет от 6 до 20 тысяч евро. Для семьи деньги неподъемные. А Виталию таких нужно два. Остается надеяться только на то, что мир не без добрых людей. Сегодня, как говорится, с мера по нитке, и наши будут первые шишки. Номер карты семьи Черникевич вы видите на экране. Учитывая, что предполагаемый виновник ДТП скрылся с места аварии, Виталию очень нужна ваша помощь. Сергей Бандур, Валентин Мирза, 7 канал. Десятилетиями копили деньги на квартиры, а теперь пытаются отсудить свое жилье у застройщика. Уже почти полгода, как строительство жилого комплекса на улице Жаботинского, не ведется. Хотя его должны были окончить в декабре 2016. Дело инвесторов сейчас рассматривают в киевском суде. А накануне спасти дома обманутых вкладчиков обещали так называемые кризис-менеджеры. Впервые за полгода инвесторам жилого комплекса «Набережный квартал» представители застройщика назначили собрание. Люди давно ждали этой встречи. Вместе они хотели решить вопрос о завершении строительства их дома на улице Жаботинского. Но вместо застройщика к Одесситам пришли так называемые кризис-менеджеры. Двое мужчин представились сотрудниками некой компании «Идея» и предложили свои услуги. Как мы заходим? На первом этапе мы привлекаем свои инвестиции, мы привлекаем своих людей. Мы начинаем это делать сами, мы развиваем этот объект. Если я вам скажу часть информации, потому что это коммерческая тайна, я не могу вам просто предоставить. Но я вам говорю так, если мы здесь перед вами выступаем, значит мы видим здесь, во-первых, интерес. Люди в такие обещания верят с трудом. Моя мама инвалид второй группы по зрению. Я почти слепая, да. Купила квартиру в «Набережном квартале» во второй секции. Ну вот, недострой, и вообще не строят, и не выходят с нами на связь. Ну, попали, как говорится. Людмиле вместе со своей мамой, папой и двумя детьми приходится ютиться в одной комнате. Да еще и отдавать долги. За квартиру в недостроенном доме они заплатили 25 тысяч долларов. У меня муж шахтер, инвалид второй группы. Мы копили на эту квартиру десятилетиями, всю жизнь копили. И залезли в очень большие долги. Я за этот год, я инвалид по зрению, я опять потеряла зрение. Я не сплю ночами. Я переживаю, я волнуюсь. На Жаботинского к декабрю этого года планировали построить две секции по 20 этажей с подземным паркингом. По факту возведена лишь одна. На месте второй нет даже котлована. Строительство домов приостановлено. Около полугода все стоит. Люди не могут получить право собственности на свое жилье. В договорах чутко прописывалось, что они вкладываются для того, чтобы им построили объект недвижимости. Конкретно квартиру, конкретно паркоместо. На сегодняшний день они не могут быть собственниками, потому что пока что этот комплекс является собственностью кооператива. И в право собственности никто вступить не может, поскольку отменена декларация на начало работ и работы не завершены. Дело инвесторов сейчас рассматривают в Киевском районном суде. Люди говорят, что подобная схема по недостроенным жилым комплексам набережного квартала и в Харькове, и в Величевске. Одесситы же будут обращаться в правоохранительные органы. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, Валентин Мирза, Седьмой канал. В Киевский райсуд приехали американские адвокаты. Поделиться своей юридической практикой и узнать, как работает судебная система в нашей стране. Что за юридические метаморфозы ожидают нашу страну в ближайшем будущем, смотрите далее. 30 сентября вступил в силу новый закон о судоустройстве. Согласно изменениям в законодательстве, теперь судьей в нашей стране может стать человек, который проработал юристом уже не три года, а пять лет. Также по последним предписаниям этот пост может занять только гражданин в возрасте не 25, а 30 лет. У нас молодая страна, у нас идет судебная реформа судебная. Мы надеемся, что это к лучшему, что граждане увидят, что судьи хотят меняться. Судебная система меняется в целом. Я думаю, что это пойдет на пользу в целом нашей стране. После реформирования стартует работа обновленного Верховного суда в промежутке с 15 января по 1 февраля. Судья конституционного суда, он будет работать до 70 лет. Подняли планку с 65 до 70 лет. Набирается у нас идет новый набор Верховный суд. Вы знаете, он будет называться сегодня Верховный суд, а не Верховный суд Украины, как есть. Там будет работать 200 судей. В Киевский райсуд прибыли действующие адвокаты США. К ним обращаются за разъяснением правовых аспектов на стадии разработки контрактов. Американские гости рассказывают, что в Штатах любой агрессивный выпад против судьи может обернуться тюремным заключением. В США люди более уверены в том, что судья будет честен. Я знаю, что ваши судьи усердно работают над осознанием этого. И это в каком-то смысле прогресс. Я поздравляю вас. Вы вступаете в очень волнительные времена вашей истории. Украинцы могут изучить разнообразные правовые системы мировой практики и позаимствовать лучшую из них. Открывается возможность построить что-то прекрасное для людей. В США население доверяет судебной системе, потому как судебная система стоит выше политики. Что касается общей системы регулирования правоотношений, то в США жестко контролируют полицию. Их снимают на видео, выкладывают в YouTube. Следят, чтобы не допустить ущемления прав афроамериканцев. За преобразованиями в Украине в свой черед наблюдают. Я очень взволнован относительно будущего Украины и относительно будущего украинской правовой системы. Залог успеха развития государства в руках способных украинских прогрессивно мыслящих людей. Сейчас у вас зона проблем, конфликтов, экономических неурядиц. Но я уверен, украинская молодежь умна, а не заботится о стране. Иностранные делегации в киевские районы суд будут приглашать еще. Мария Сапкалова, Валентин Мир за 7 канал. Осенний призыв. Сегодня более 80 одесситов отправились на срочную службу. Их распределяют по военным частям в разных городах нашей страны. Некоторыми доверят нести службу даже в президентском полку. С призывниками пообщалась наша Ирина Рогозянская. Твоя земля Едина и свята Твоя земля, как солнце в небесах Как поле в Олажкове на зори Как вышита сорочка оберег Вот так под патриотические песни и наставления своих будущих командиров призывники и контрактники готовятся принести присягу на верность украинскому народу. Ребята в себе уверены. Служба закалит характер, закалит тело и пойдет на пользу в любом случае. Настроен позитивно, не переживаю. Все будет хорошо. Я в себе уверен. Не буду сомневаться просто. Есть желание у человека, а есть именно ответственность. Вот у меня есть и желание, и ответственность. Желание служить и доблестно выполнять свой долг. Некоторые призывники не собираются расставаться с военной формой, шевронами и послесрочной службы. Я думаю дальше продолжать службу. Идти подальше, короче, по военной. Поначалу нет. Родители не хотели отдавать. А я сам целеустремленный сразу в военкомат. Не менее самоотверженно к выполнению своего долга подошли и контрактники. Александр отдал 23 года жизни армии. И теперь снова решил пополнить ее ряды. Говорит, пришло время поделиться своим опытом. Моя задача будет научить качественному ремонту, своевременному ремонту. Ну и во всяком случае не останавливаться перед трудностями, которые ребята столкнутся в этом нелегком деле. Это очень тяжелый труд. По новым правилам, никого из призывников в зону АТО не отправят. Ребят распределят на службу в Киеве и Львов. Сегодня 33 человека идут на контракт. И 25 человек призывники отправка сегодня. И 19 человек отправка завтра. Всего на срочную службу из нашего региона отправятся более 700 молодых ребят. Из них свыше 400 пойдут в Вооруженные силы Украины. Около 300 в Нацгвардию. Полсотни призывников в Государственную специальную службу транспорта. Ирина Рогозянская, Андрей Кульба, 7 канал. На улице Михайловской жилой дом вот-вот может провалиться под землю после ливней. В том числе и по вине коммунальных служб. Накануне во дворе заменили канализационные трубы, однако те дали течь. В результате здание подтопило, оно начало просаживаться, а на стенах появились плесень, грибок и трещины. Коммунальщики на обращение людей не реагируют. Александр показывает свою квартиру. На стенах множество мелких трещин, а вот это, что на потолке, значительно увеличилось в размерах после недавнего дождя. На откосах тоже дыры, просели подоконники. Местные винят в этом ЖКС Хмельницкий. Все началось с труб. Они взяли трубу, больший диаметром всунули. Сначала разобрали эту старую трубу. Оно где-то, наверное, недели две текло. Ручейком водичка себе нашла место. Все опять намокло. Вся земля намокла, моя стенка намокла полностью до потолка. Коммунальщики меняли трубы два месяца назад. Разрытую яму засыпали песком и землей. Однако, казалось бы, новые коммуникации дали течь. Ясное дело, местные недовольны. Каждый день выходишь с нормальной обуви на работу. И выходишь потом до работы очень грязной обуви. Конкретно буквально вот так. Ну и дети ходят, животные ходят, все грязные ходят. Это же просто нарушение бытовых и санитарных условий жизни людей. Но это не самое страшное. Вода просочилась в подвал. Из-за сырости образовались грибок и плесень. Повымывала вот эти вот швы. Вот я позаделывал как бы раствором. Думаю, чтоб оно вообще не повы... Ну, камни не выперло. Вот, смотрите, видите? Вода стоит на стенах. Вот. Ну, вода везде. Квартира Александра находится на первом этаже. Мужчина боится, что пол может обвалиться в подвал вместе с ним. Квартира продолжает проседать. Второй этаж здания тоже начал просаживаться. Кирпичи на одной из стен расходятся. С каждым дождем на стенах этого дома появляется все больше трещин. А те, которые есть, становятся еще шире. Некоторые достигают таких размеров, что в них буквально можно просунуть руку. Жильцы говорят, ЖКС ремонтировать дом не обещают. На обращения коммунальщики отделываются отписками. Если дом не начнут восстанавливать, он может просто уйти под землю. Кристина Немченко, Евгений Руденко, Седьмой канал. Президент Украины наградил одесских спортсменов и тех, кто их тренировал. Напомню, вчера Петр Порошенко встретился с олимпийцами, паралимпийцами, их тренерами и врачами. Выступление гребца на каное Юрия Чебана отметил особо. Также президент много хвалил паралимпийскую команду Украины, выступление которой в Рио называют одним из лучших в истории сборной. За достижение высоких спортивных результатов награды получили и одесситы паралимпийцы, чемпион по академической гребле Роман Полянский, бронзовый призер по легкой атлетике Руслан Катышев, Ольга Ковальчук, у нее серебро по пулевой стрельбе. В Одессе открылся реабилитационный центр для людей с проблемами умственного и психического развития. Это украинско-немецкий проект, уникальный для нашего города. Бывшие пациенты специализированных медицинских учреждений получают здесь помощь в восстановлении и адаптации. Подробнее расскажет Юлия Федорова. Это скромное зеленое здание затерялось среди жилых домов на улице Бреуса. Сюда приходят не совсем обычные люди. Это дневной стационар Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Место, где людям с душевными расстройствами помогают адаптироваться к обычной жизни. После выписки им некуда деваться. Они уходят в никуда, ни дома не нужны, ни больница, ни амбулаторная служба им не может заниматься. Где-то надо им продолжать. Они на работу не уходят, где-то нужно немножко поддерживать лечение. Где-то должен с ними работать психолог. Реабилитационный центр занимает почти 300 квадратных метров. Здесь много кабинетов и залов. Это пока единственное место в Одессе, где люди с тяжелыми диагнозами получают всестороннюю поддержку. Они пациенты психиатрических больниц, наркологических диспансеров и бывшие заключенные. У нас не будет повторной частой госпитализации. То есть мы уходим от того, что человек ушел домой, не принимает препараты, и завтра обострение опять поступает в стационар. Спортивный кружок, тренажерный зал, творческая мастерская и арт-терапия. Здесь то, что расслабляет и настраивает на позитивные мысли. Для людей с проблемами умственного и психического развития это особенно важно. Люди с такими диагнозами, они в основном сидят дома. Вот сюда я могу привезти ребенка, оставить его на какое-то время. Я буду знать, что он чем-то занят, причем не чем-то, а трудотерапией, арт-терапией, которая его развивает. Для нас это очень важно. Сейчас в центре получают поддержку 25 человек в возрасте от 12 лет. Они все разные и у каждого своя непростая история. Александр в прошлом успешный программист. 7 лет назад попал в тяжелую автокатастрофу. Едва выжил и замкнулся в себе. Признается, что такое место он искал не один год. Здесь ему хорошо и спокойно. До этого сидел дома, но не знал, что делать. То есть я еще не адаптировался. Я много находился в социальной изоляции. У меня начала развиваться небольшая паранойя. Я боялся людей. Сегодня в программе совместное приготовление обеда и занятие по модульному оригами. Процессом руководит медсестра-реабилитолог Наталья Софияник. Здесь они сами участвуют во всех процессах сами. То есть если у них нет настроения участвовать, они могут просто прийти, сесть на библиотеке, почитать книжечку и побеседовать с психологом. Можно уйти домой завтра. Прийти, тогда он пойдет на кухню и будет уже сам что-то делать. Они также сами здесь убирают. Сегодня реабилитационному центру нужна помощь. Здесь не хватает хостоваров, посуды, развивающих игр, спортивных принадлежностей, продуктов питания. Нужны волонтеры, преподаватели, художники и тренеры. Юлия Федорова, Алексей Барановский, Седьмой канал. Нападали на иностранцев и отбирали у них деньги. Преступную группировку, которая по апреле этого года промышляла жестокими грабежами, будут судить. На протяжении почти полугода группа молодых людей нападала на предпринимателей, граждан Вьетнама и Китая. Дание задержания лица выбирали своим жертвам граждан других государств, следили за ними. Потом затолкали в машину, вывозили за городом и грабили. Они уже признали с причастностью таких видов 6 преступлений. Подозреваемых сейчас держат под стражей, а уголовное дело находится в Малиновском районном суде. Ограбил, но не успел убежать. Полицейские задержали мужчину, который пытался скрыться с места преступления. Он разбил окно задней двери в припаркованном автомобиле Chevrolet Aveo, после чего прихватил с собой сумку с деньгами, личными вещами, владельца и документами на транспортное средство. Как раз в этот момент его заметила хозяйка машины и начала звать на помощь. Данный гражданин был задержан заместителем начальника участковых инспекторов полиции Портофранковского отделения. Доставлен в Портофранковское отделение. Возбуждено уголовное производство за признаками статьи 186 части 1 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие. Вор оказался гражданином одной из восточных стран. Общая сумма ущерба 3000 гривен. Теперь мужчине грозит штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до 4 лет. В Одесской астрономической обсерватории день открытых дверей. Сегодня исполняется 145 лет. Всех любителей звездного неба ждут в 19.00. Можно будет посетить выставку астрономических артефактов 19-20 веков, экспозицию метеоритов и даже посмотреть в телескоп. Отмечу за свою историю. Астрономическая обсерватория занималась проверкой навигационных приборов кораблей, установлением точного времени для городских часов, разработкой режима зажигания уличного освещения и изготовлением телескопов. Больше об этом уникальном месте мы расскажем в следующем выпуске новостей. Пока у нас на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в твиттере и социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию телефон 726-3226. Больше информации уже в 20.00, тогда и подведем итоги сегодняшнего дня. Оставайтесь седьмым, будет интересно.